Всем тихой ночи. Некоторые истории из мира SCP похожи на детектив. Некоторые страшные, а некоторые забавные. Особенно забавно бывает, когда в мир фонда проникает какой-нибудь древний ужас. Однако мир SCP оказывается настолько суров, что этот ужас получает в нём максимум роль шутки. Да, это видео основано на рассказах, которые написаны в полюмористическом стиле, и получилось оно несколько хаотичным. Но в конце концов Лол фонд всё ещё существует, и он всё ещё важная часть истории мира SCP. Однажды отдел по применению искусственного интеллекта фонда, тот самый, который создаёт искусственные цифровые личности, используя аномальные цифровые технологии, создал искусственный интеллект для поддержания вразумительного диалога с аномалиями внутри виртуального пространства. Разработка получила множество различных имён, а сотрудники в итоге дали ему название Шлепобот или Хэтбот. Со временем Шлепоботу добавляли различные новые возможности и функции, в результате чего он обрёл разум. Поначалу его даже загрузили в робота-андроида, сделанного на основе одного из изделий Андерсон Работикс, без дела валявшегося на складе организации. Кстати, это было сделано в нескольких параллельных мирах SCP, причём в одном из них робот был собран из разного хлама и получился достаточно забавным. Так или иначе вышел эдакий полноценный сотрудник Зоны 19. На него даже нацепили шляпу, чтобы он выглядел как настоящий агент. Тогда он и получил своё прозвище. Его даже хотели нагрузить некоторыми обязанностями внутри фонда, например, заниматься серверами своей Зоны. Однако в теле робота он повёл себя странно и начал нападать на сотрудников. Собственно, он возненавидел одного из учёных фонда, доктора Эверета Манна, которого как-то раз ударил с криком «Он грядёт». Поначалу это было принято за неприятную случайность, но когда шляпобот поджёг лабораторию Манна, а потом и просто попытался его убить, это было уже сложно назвать стечением обстоятельств. Тогда андроид был уничтожен, а сам файл искусственного интеллекта был поставлен на содержание как SCP-2522, хотя на самом деле хитрая программа на тот момент уже смогла выбраться далеко за пределы фонда и даже забралась в компьютеры такой организации мира SCP как Церковь Разбитого Бога, где даже успешно выдавала себя за разум их бога-машина, Механ, известный также как Ван, и пыталась подчинить себе всех адептов-механитов. Сотрудники фонда в итоге всё же смогли нейтрализовать объект и поставить его на содержание. Это то, что написано на странице самого SCP-2522, но история Шлепобота на этом не кончается. Когда Шлепобот боролся с доктором Маном, он выкрикивал фразы, по которым можно было предположить, что его поразил Залга. Также он бормотал что-то про древних, которые грядут, и про скорый приход к Тулху. Залга это по большей части персонаж интернет-фольклора. Изначально он появился в виде странного текста на форуме Something Outful. Пользователи, увидев криповый текстовый эффект, додумали ему происхождение и лор, о том, что это существо, вдохновлённое древними Лавкрафта, живущее где-то в иной реальности, в окружении своих слуг монстров. Это чудовище научилось проникать в любые миры, в особенности в их виртуальную часть, в компьютерные сети и машины, обозначая своё присутствие характерным шрифтом и фразами в духе он идёт, а также искажением различных цифровых изображений по большей части веб-комиксов. В мир SCP Залга проник через Шлепобота. В какой-то момент этот искусственный интеллект забрался в глубину аномального киберпространства, где Залга проник в него как вирус, а уже после этого и произошли дальнейшие события, в которых Шлепобот напал на Мана, а потом и вообще заразил с собой церковь разбитого бога. То есть в итоге ЦРБ поклоняется Залга, после того, как SCP-2522 поставили на содержание. Залга выбрался из Шлепобота и проник в мир SCP непосредственно. Он материализовался в виде человекоподобной чёрной сущности, которая решила, что в этом измерении оно должно стать самой страшной и пугающей аномалией. Существо не придумало ничего лучше, чем пойти прямо к директору одной из зон SCP и предложить себя в качестве ценного объекта. Директор осмотрел предложенное существо и заявил, что такой объект ему не особенно нужен, ведь его аномальные свойства не так уж и впечатляют. В итоге всё, что он может, это портить тексты картинки в интернете. Так что да, очевидно, дело происходит в мире Лолфонда. Но главное, для чего Залга это сделал. Его целью было попасть в мир SCP и стать таким образом популярнее других монстров в нашем реальном мире и таким образом обрести власть над цифровым пространством. То есть, он, похоже, вообще является патофизическим существом, который пытается совершить патофизическое же пробуждение, пройдя через четвёртую стену в наш реальный мир. Однако сотрудник SCP мира Лолфонда, похоже, также не особенно понимает, где вообще находятся границы четвёртой стены, и рассудил, что Залга не место в их мире, потому что сама концепция этого существа недостаточно интересна и потому недостойна появления на страницах сайта SCP, того, что мы читаем. Монстр был поражён ответом директора и покинул SCP навсегда, прекратив пытаться стать объектом Фонда. И тогда исполнилось пророчество о том, что после него придёт Ктулху, и он пришёл. Да, Ктулху пришёл в SCP, похоже, что мира Лолфонда, ведь он был принят в качестве объекта SCP-2662. Так как он сам пришёл на содержание, ему была предоставлена большая и комфортная камера содержания со всеми удобствами, в которой приносили газеты и компьютерные игры. Существо это оказалось относительно некрупное, всего 4 метра в высоту и весом в 200 килограмм. Это была подростковая форма древнего лавкрафтианского ужаса. Древний ужас всё ещё слаб, и потому люди могут находиться поблизости него. Однако лишь небольшое время, около полугода, те, кто находился дольше, начинают испытывать непреодолимое желание поклоняться божеству и приносить ему жертвы. Несмотря на все условия содержания, время от времени появляются секты, пытающиеся пробиться к объекту, чтобы вызволить его из плена Фонда SCP. Они делают это на удивление слаженно и хитро, проникая в сами секретные учреждения Фонда. Вот только самому существу это не нужно. Судя по всему, для того, чтобы скрыться от них, он и пришёл, чтобы сдаться организации. SCP-2662 максимально помогает своему содержанию и даже докладывает о всех необычных событиях. Например, как-то раз ему по почте пришла странная компьютерная игра, изучив которую Фонд сделал вывод, что это аномальный объект, и поместил её на содержание как вариацию SCP-2527. SCP-2527 это, кстати, компьютерная игра в жанре текстового квеста, персонаж которой действует синхронно с каменной статуей Ламасы, существуя в шумерской мифологии. Когда играющий двигает персонажа в игре, ранее обнаруженная Фондом статуя тоже двигается. Вот только копия, которую получил Ктулхо, отличалась тем, что предлагалось сыграть в мультиплеере. Мультиплеер этот работал как-то странно, без интернета, и похоже только в том случае, если играет сам Ктулхо. Фонд всё же решился на эксперимент и попросил поиграть в эту игру древнее существо. На удивление, учёные Фонда увидели, что Ктулхо смог зайти на сервер игры, где уже находилось 43 игрока. С одним из них он даже смог поговорить, и тот рассказал, что эта игра о том, как стать богом и добиться поклонения себе жалких людишек. Вроде бы это именно то, чего SCP-2662 избегает. Но также этот собеседник развлекал Ктулхо разговорами о всяких делах божеств мира SCP. Механа, Елдоваофа, слухи и сплетни Аллагады. Правда, самому древнему это общение не понравилось, потому что ему показалось, что собеседник пытается ему поклоняться. Кстати, а что же это за такой странный собеседник? Похоже, что это существо из-за SCP-1171. Та самая тварь из параллельного мира, которая общается с обычной реальностью посредством надписи на конденсате, появляющемся на окне дома в Австралии. Существо это, кстати, живёт в мире, где подобные ему монстры населяют землю вместе с людьми. И конкретно этот экземпляр людей ненавидит, презирает и считает, что этим кускам биомассы надо показать, кто тут главный. Наверное, это одна из самых странных цепочек взаимосвязанных объектов и рассказов, которые я вообще встречал на сайте. Но тут есть даже одна общая тема. Существа, пытающиеся приобрести влияние на человечество, но по разным причинам не могут ещё этого добиться или не желающие. Всем пока!